Впервые, хотя в Малосердавинском районе отнюдь не втерпеть. И что хочу отметить. Во-первых, мудрость руководителей администрации и управления культурой этого района. У меня есть все основания говорить о том, что вовсе не во всех районах такое отношение к культурным явлениям. А в этом районе особое отношение. Например, вот вам доказательство. Смотрите, фольклорные ансамбли, пожилые люди, дети, казачий ансамбль. В то же время советский писатель Федор Гладков, чей юбилейный минут, 130-летие, которому мы здесь празднуем. И это все организовано естественно, я так понимаю, с подачи руководителей этого района. Управление культуры и администрации. Я, как коллега по цеху Федора Васильевича, благодарю, во-первых, вот этих людей. Ну и, безусловно, всех тех, кто здесь собрался, я хочу поздравить с праздником. А Федор Васильевич что можно сказать? Самое главное, наверное, это то, что он изображал в своих произведениях правду жизни. Он ни на грамм не отступил от этой правды. И что бы нам, в какое бы время ни говорили, какие бы ни навешивали ярлыки, оставляли в федеральных списках или выбрасывали из этих списков. И этот писатель есть и будет. Потому что, во-первых, есть его книги, во-вторых, есть его потомки, а все малосердобинцы, да и все мы люди, русские потомки этого писателя. Потому что, ну, например, когда вышла его книга «Повесть о детстве», а это все о здешней, как раз земле, Константин Федин сказал, мы имеем великую книгу. Книгу «Повесть о детстве» можно в одном ряду ставить с детством Толстого, с повестями о детстве Аксакова, повестями о детстве Бобрового внука, Алексея Толстого «Детство Никита», Максима Горького «Детство» и более поздних писателей. А в этой повести, «Повесть о детстве» есть одна сцена, где Федор Васильевич описывает молодьбу на таку. Так вот, я вам желаю так же дружно работать над созиданием культуры, как молодили эти женщины на таку. И спасибо за внимание.